События, мнения, последние новости региона. Все это в нашем информационном выпуске. В студии Илья Лопушенко. Здравствуйте. Итоги дня подведем прямо сейчас. Всю ночь волонтеры отряда Лиза Алерт искали 80-летнего пенсионера в Камешковском районе. Накануне он ушел в лес за грибами и не вернулся. Сегодня пожилого человека нашли. 30 человек искали в Кижачском районе еще одного грибника, 82-летнего пенсионера. Почти сутки он блуждал по лесу. Работу поисковиков осложняла холодная и сырая погода. Сообщение о том, что мужчина найден, поступило только к часу ночи. Пожилой человек с тростью не мог идти сам. Его пришлось эвакуировать. Пенсионеры привезли к родственникам только в пятом часу утра. В Владимирской области в среднем на 7,4% подорожал бензин. Специалисты Владимирстата сравнили, как изменились цены на топливо за год. Сотрудники ведомства анализировали показатели за август. Сильно подорожал 98-й, с 51 рубля за литр до 56. Дальше идет 92-й и 95-й. Цены на эти виды бензина выросли на 3 рубля. Меньше всего подорожало дизельное топливо с 47 до 49 рублей. Новые меры поддержки для предпринимателей начнут действовать со следующей недели. Их разработали в администрации региона. Владимирские бизнесмены смогут воспользоваться антикризисным займом на выгодных условиях. Для этого с 23 сентября можно подать заявку в фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства Владимирской области. Срок ее рассмотрения составит всего один день. Теперь денежные средства можно будет направить и на рефинансирование задолженностей. Можем сказать, что уникальность данного продукта в том, что поддержку смогут получить даже те отрасли, которые ранее не могли получить поддержку, ввиду того, что деятельность их была лицензирована. Вот сейчас рестораны, которые в своей специфике деятельности используют лицензию на продажу алкогольной продукции, также могут получить поддержку. И к другим темам. За сутки во Владимирской области зарегистрировали 157 случаев заболевания коронавируса. 8 пациентов скончались. Число инфицированных превысило 51 тысячу человек. В регионе увеличили охват ПЦР-исследованием на ковид. Теперь в сутки тесты сдают до 4000 человек. Сделать это бесплатно могут жители региона с признаками респираторных заболеваний. Подробный список опубликован на сайте Облздрава. Тестирование проводят в поликлиниках по месту жительства. Врачи сами доставляют анализы на проверку в лаборатории. Они работают на базе четырех медучреждений во Владимире, а также в Муроме, Коврове и Гусь-Хрустальном. Кроме того, регион направил 100 миллионов рублей на ПЦР-диагностику пациентов, которым предстоит госпитализация. В Владимирской области продолжается массовая вакцинация. Всего в регионе открыто 69 прививочных пунктов. Первый этап прошли свыше 309 тысяч человек. Полностью вакцинировались более 280 тысяч пациентов. Активно делать прививки против COVID-19 начали и студенты. За иммунизацией во второй поликлинике областного центра наблюдала наша съемочная группа. Инфаркт, инсульт, онкология, ВИЧ, туберкулез, сахарный диабет. Ничего нет, да? Нет. Таблеточки не принимает и постоянно. Перед прививкой необходимо исключить все противопоказания. У пациента не должно быть обострения хронических и инфекционных заболеваний. У студентки медицинского колледжа Анастасии Жиряковой все показатели в норме. Девушка не болела ковидом, но видела во время практики, как трудно переносят заболевания пожилые люди. Студентка понимает, почему важно вакцинироваться. В первую очередь, чтобы сократить число заболевших и, в принципе, победить этим пандемией. Либо же, чтобы переболеть, но в легкой форме, а не со сложнениями, не лежать в больнице. Лично столкнулась с инфекцией Екатерина Миронова. Студентка заразилась коронавирусом в апреле этого года. На две недели девушка потеряла обоняние, была сильная слабость. А после болезни давались тяжело даже пешие прогулки. Уже думали, что и не заразимся, потому что уже прошел весь этот карантинный период. Но все равно в конце получилось заболеть. Да, на всякий случай, решил все-таки перебить. До начала учебного года вакцинацию от ковида уже прошли более 200 учащихся медицинского колледжа Владимира. Все студенты делают это в добровольном порядке. Самостоятельно или приходят в пункты иммунизации вместе с одногруппниками. Таких тоже студентов у нас набралось около 50 человек. И сейчас мы находимся на этапе организованной вакцинации. То есть договариваемся непосредственно с поликлиникой для того, чтобы организованно, без всех проблем, чтобы студенты пришли и вакцинировались. Медики второй поликлиники работают сразу в четырех пунктах. Прививки делают в Z-клубе, гастромаркете на студеной и Владимирском госуниверситете. Вакцинацию там прошли почти 17 тысяч человек. Специалисты отмечают спад компании по иммунизации. При этом показатели заболеваемости ковидом в регионе продолжают оставаться на высоком уровне. И пока у нас не будет коллективного иммунитета, сейчас это планка 80%, мы не прервем распространение ковид-19. Это очень важно. Мы должны все понять и внутри себя должны сказать, что вот мы должны, мы часть нашего гражданского общества. И мы должны прививаться. Иначе эта волна никогда не закончится. Я всех призываю вакцинироваться. Записаться на вакцинацию от ковида можно на едином портале госуслуг на площадке электронной регистратуры Владимирской области по единому номеру 122. Прививки делают в поликлиниках по месту жительства. Также работают 18 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Елена Павлова, Вячеслав Сноровкин. Жители областного центра стали чаще оплачивать покупки банковской картой. Только за полгода владимирцы совершили 188 миллионов операций. Общая сумма платежей превысила 123,5 миллиарда рублей. Такую статистику приводит Владимирское отделение Банка России. Еще несколько лет назад жители региона использовали карту только для того, чтобы снять деньги. Сегодня оплата карты считается самым безопасным и быстрым способом. Набирают популярность и банковские переводы. С начала года владимирцы провели более 37 миллионов таких операций. Количество выпущенных карт в этом году также превысило показатели прошлого полугодия на 10%. Продолжаем выпуск. Жители дома номер 3 на Суздальском проспекте недовольны ямами на дороге. 11 подъездов 9-ти этажки выходят прямо на загородный проезд, где нет тротуара. Жильцы пишут обращение в администрацию 2014 года, но ремонтировать дорогу никто не собирается. Все подробности в материале моих коллег. 11 подъездов 9-ти этажки выходят прямо на загородный проезд. Здесь нет тротуара. Люди говорят, что они годами обходят ямы, рискуя попасть под колеса машин. Неудобно нам, конечно. Вот мы сейчас вот сколько с палочками стоят женщины, и такие больные, и уже пожилые все. А вот смотреть, как пройти, а если вот сейчас углавляться какая будет, машины не уступают. Дом номер 3 по Суздальскому проспекту один из самых длинных в городе. Арок и проходов здесь нет. Чтобы выйти из двора, людям приходится идти по пройжи части. Территорию благоустраивали год назад. Жители говорят, неизвестные привезли сухую крошку и разровняли. Но от временного покрытия ничего не осталось. Они еще засыпали все люки ливневые. И теперь, когда дождь пройдет, здесь озера начинаются. Хоть караси там разводили, карпов какие. Как выяснилось, жильцам дома принадлежит участок, который находится со стороны фасада, там, где нет подъездов. А эту дорогу управляющая компания отказывается ремонтировать, так как она находится в собственности мэрии. Управляющая компания не может наш управляющий компания сделать, потому что их территория кончается по ступенькам по этим. А эта дорога муниципальная, если я понял. И управляющая компания деньги на нее выделять не может, так нецелевые будут использованы денег. С 2014 года жители неоднократно писали обращение в администрацию города Владимира. Люди просили сделать во дворе тротуар и провести капремонт дороги. В своем ответе чиновники написали, что в этом году в приоритете участок со стороны улицы Добросельской. Мы ходили везде по всем организациям. Везде, где могли, как говорится. У нас все заявления принимали, а потом через месяц давали отписки. Что, мол, это самое, включим в такой год, в такой год и толку никакого. В администрации пояснили, решить проблему жителей дома номер 3 по Суздальскому проспекту можно. Для этого людям надо написать еще одно заявление. Выполнить ремонт возможно, даже очень просто. Жителям нужно принять решение о вхождении в программу «Комфортная городская среда» и подать в администрацию города соответствующую заявку. В рамках этой программы дорогу отремонтируем. Ждать, когда во двор приедут коммунальщики, люди уже не в силах. Жильцы дома говорят, что каждый день они рискуют жизнью. Ведь им приходится ходить по проезжей части. Здесь, под колесами автомобиля, чуть не погиб ребенок. По счастливой случайности машина раздавила только детскую коляску. Ирина Начарова, Мария Гончарова и Андрей Белеплев. Во Владимире появится первый док-парк. Его построят в Курсантском сквере на улице Труда. На специальной площадке жители смогут бесплатно выгуливать и дрессировать собак. Открыть парк планируют уже в октябре. Подробнее в нашем материале. Совсем скоро на этом участке Курсантского сквера появится первый в городе док-парк. Специальное оборудование для дрессировки установят в ближайшее время. Его разместят так, чтобы при тренировке владельцы собак не мешали друг другу. На площадке для выгула собак будут представлены четыре малых архитектурных формы. Это туннель. Для туннеля это для примера, как все мы в детстве знаем теплицы. Полисадники укрываем. Это вот собаки через него будут пробивать. Бревно, по которому собаки будут бегать. Будет препятствие, барьер, через который собаки будут прыгать. И будет балансир. Это как детские качели, только для собак. Для безопасности док-парк по периметру обнесут двухметровой сеткой. Манеж будет освещаться. Здесь уже установили три фонаря. Вход в эту площадку будет примерно 9 метров от забора. Будет оккультурный вход. Эти покрытия здесь останется такое же для собак. Ничего здесь не будет. Именно земля, трава. Строительство док-парка проходит в рамках выполнения наказа избирателей. В этом году каждый из 25 депутатов городского совета получил по 2 миллиона рублей на выполнение работ в своем округе. В этом районе жители решили все деньги направить на благоустройство курсантского сквера. Теперь все восстановится. То есть, постепенно, конечно, не за один год, но постепенно, постепенно. В том году детскую поставили. В этом году освещение сделают наконец-то. Потому что ночью тут страшно подойти даже. Не то, что пройти через него. Проект реконструкции сквера долгосрочный. Работы по благоустройству займут несколько лет. В данный момент происходит реконструкция. Освещение всего парка. И будет док-парк в этом году. В дальнейшие, ближайшие два года планируется установка спортивной площадки. Отдельной. Большого комплекса спортивного. Непосредственно будет прогулочная зона в парке. Реконструкция будет всего тротуаров. Будет полностью озеленение. Будет полностью реконструкция непосредственно самого ограждения этого парка. Площадку для выгула животных обещают открыть уже в октябре. Вход туда будет свободным для всех желающих. Екатерина Старикова, Лариса Янковская и Дмитрий Шаталов. Во Владимире погасили почтовые блоки и конверты, посвященные 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Специальное гашение штемпелем первого дня провели на главпочтамте. Церемонию приурочили к исторической дате. 12 сентября 1724 года мощи святого благоверного князя перенесли из Рождественского монастыря в Санкт-Петербург. Общий тираж марок 40 тысяч. На экземплярах номиналом 100 рублей изображена картина Павла Корина «Александр Невский». В минувшие выходные жители областного центра отметили День города. Он был насыщен разными событиями. Владимирцы могли стать участниками полумарафона или вместе с семьей прогуляться по городу мастеров, которые открыли на улице Георгиевской. Обо всем подробнее расскажем далее. Самое массовое событие праздника – полумарафон «Золотые ворота». Ради него участники приехали даже из других областей. Основные дистанции – 10 и 21 километр. Спортсмены бежали по центру города. Здесь трасса тяжелая, много подъемов таких затяжных. Так трасса интересная, красивая, волонтеров много, поддержка хорошая. Музыкальное сопрождение, все отлично. Многие готовились к марафону еще с зимы. На дистанции вышли почти полторы тысячи участников. Самым маленьким – 4 года. Они делали круг длиной 300 метров возле «Золотых ворот». Конечно же, мы выявляем победителей на каждой дистанции и награждаем. Сегодня будет у нас 174 победителя, которые получат свои заветные призы и подарки. И, естественно, каждый, кто финишировал, получает на финише медаль финишера. На Георгиевской улице целый день проходила ярмарка «Город мастеров». Народные умельцы выставляли и продавали изделия ручной работы. Роспись по дереву, гончарное дело, талисманы и вязаные игрушки. Некоторые мастера поделились с нами своими секретами. Мне очень нравятся неваляшки. Самое интересное, что заставляет их звучать. Ну, в интернете можно найти принцип вот этого вот звонка. Но на самом деле, вот там висит на нехромовой проволочке 10-копеечная монетка. То есть мелочь я просто собираю, кладу в пакетик, а потом она вот так используется. Михаил Малахов – гончар в пятом поколении. На праздник он приехал из села Коровино Меренковского района. Там уже 300 лет их семейная династия изготавливает глиняную посуду. Ну, станок это сам для себя сделал, так вот быстренько, для мастер-классов выездной. Он разборный, чтобы можно было его разобрать, в машину положить и где-то в любом месте, там хоть в поле взял его, собрал, поставил и можно работать. А на Соборной площади можно было увидеть соревнования по роллер-спорту. По асфальту девушки рассекали не хуже, чем фигуристки по льду. На роликах девчонки сегодня показывали соревнования по фристайл-сталам. Мы показывали прыжки на трамплинах, это ФСК, и также немножечко показали слайды. Это когда мы разгоняемся и долго-долго скользим по асфальту на роликах. По оценкам мэрии, на дне города побывали около 14 тысяч человек. Праздник состоялся почти на 50 площадках Владимира, как в центральной части, так и в его отдаленных микрорайонах. Во Владимире строители во время ремонта Богородицы Рождественского монастыря обнаружили фрагменты старинного быта. Цельные бутылки из стекла, фрагменты керамических горшков и часть печного карниза. Под кирпичной кладкой 17-19 веков скрывалась оборудованная арка. Слева от нее было пустое пространство. Как предположили сотрудники монастыря, здесь раньше была лестница. Всего рабочие обнаружили здесь 12 предметов. В том числе и часть сохранившегося письма игумену и множество изразцов. Теперь сотрудникам монастыря предстоит выяснить, каким веком датируются находки. Они могут быть связаны с разрушением бывшей трапезной. Потому как там немытые горшки и большое количество всяческих костных останков. Ясно, что кто-то зашел, крутый солдат, собрали это все и выбросили. Потому что люди явно не разбирали, что и как оказалось в этой забутовке. Владимирский скульптор Петр Мавшов прошел первый этап отбора Всероссийской художественной выставки «Единение-2021 год». Она пройдет в Нижнем Новгороде и посвящена 800-летию города. О творчестве Владимирского скульптора и чем его работы отличаются от остальных, смотрите в нашем материале. Девочка Лето, Том Сойер, балерина Петр Мавшов создает скульптуры малых форм. Мысли и волшебные образы мастер воплощают в бронзе. Этот маленький принц путешествует с одной планеты на другую. За спиной у него крылья. Маленький принц мой, не как у Казипери. Я не опирался на привычные картинки, которые везде где-то печатаются. У меня такой вот он свой. Скульптор не идет по пути стереотипов. Некоторые его персонажи с налетом гротеска. Например, это муха-мальчик, а это бронзовая девочка-фантазия к балерине. Интереснее работать с образом, чем создать похожесть, говорит Петр. Это балерина вне стереотипов. Потому что каждый человек, каждая девочка ощущает себя балериной. Вот. Ну, такой вот образ. Не знаю. Озорной? Ну, может быть. Свои первые работы мастер пролил в бронзе больше 15 лет назад. А его путь в большой мир искусства начался еще в детстве. Судьбу определила случайность. Я в садике лепил морковку, не смог, не вылепил. Воспитатели сказали родителям, что нужен дому пластилин, что он развивает. Все, мне завели пластилин, и оказалось, что это такое интересное для меня занятие. Процесс создания шедевра трудоемкий. Сначала автор воплощает образ в пластилине, затем в воске. После чего будущую скульптуру отправляют в литейную мастерскую. Все, теперь задача убрать все вот эти получившиеся технологические моменты. Восстановить все, что было задумано. Это все нужно убрать. Потом зачистить. Потом обрабатывать с кислотами разными. Скульптуры автора есть в Америке, Лондоне, Испании, Швейцарии, Франции. В музее Владимирского центра ИЗО и в частных коллекциях. Работы мастера любят за оригинальность, которая так выделяет его среди остальных скульпторов. Ольга Лефимова, Лариса Янковская и Дмитрий Шаталов. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если вам нужна наша помощь или у вас есть интересная информация, то звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье ваших близких. Сделайте прививку от коронавируса.